Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня, как вы уже поняли, мы опять же будем кушать, кушать, кушать. Кола, донат, наггетсы и картошка фри. Это лучшее, что можно приготовить и скушать. Также сегодня я обязательно буду отвечать на ваши вопросы. Как-то темновато, да, мне кажется, надо света прибавить. Итак, с чего бы начать? Очень классная картошка. И очень странные наггетсы. Просто посмотрите. Вот что это за размер? Я просто не знаю, никогда не пробовала у них. Сказать, что я прям голодная, как зверь, нет. Но я всегда заеду, поэтому начнем. Очень даже вкусно. Я вообще очень люблю донат. Я попросила вас задать именно интересные вопросы. Вопросы, которые не повторяются. Кстати, если вы хотите, чтобы в следующий раз ваш вопрос прозвучал в моих видео, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Я сделала свой заказ. Сидела, ждала, пока мне это принесут. Вот, принесли. Я смотрю, что там нету донера. Там наггетсы, картошка фри. А я оплатила за донер. Я объясняю девочке, что вы мне не положили донер. Она говорит, а вы за него платили? Я говорю, ну да. Вот в таких случаях нужно брать чек. Обязательно. Хорошо, что она помнила, что я еще за донер заплатила. Использую ли я сухую косметику после ее срока хранения? На мой взгляд, у сухих текстур нету срока годности. Но у меня есть такая привычка. Я, например, что-то покупаю новое. Например, какие-то тени, румяна. Я обязательно должна начать именно ими пользоваться. И так получается, что, например, каждые 3-4 месяца мы делаем заказ на сайте Revolution. У меня появляются какие-то новые палетки. Я начинаю пользоваться новыми. Но старые у меня также лежат. Я не вижу ничего плохого, если я буду ими пользоваться. Ничего не будет. Мне кажется, этот срок годности для сухих продуктов придумали сами производители косметики. Чтобы люди время от времени покупали новые. Вы представьте, одни румяна мне хватят на всю жизнь. Получается, я один раз куплю румяна и все. А так можно постоянно с меня деньги стирать. Чувствовала ли ты долгое время себя одинокой? Да, я чувствовала себя одинокой ровно до того момента, как создала YouTube-канал. Вообще, работа, она вдохновляет. Любая работа. То есть, найдите какое-то свое хобби, и вам не будет скучно. Самое главное, чтобы вы любили это дело. Интересный такой вопрос. Что бы ты сделал, если бы тебя ударила бы мама мужа? Вообще, я считаю, что рукоприкладство в любом случае это очень плохо. Я считаю, что нужно жить отдельно именно поэтому, чтобы не бить друг друга, да? Во-первых, я бы никогда не довела до такой ситуации, но если бы такое бы произошло, я бы поняла, что мама моего мужа слегка не в адеквате. И я бы жила бы отдельно. Жить нужно отдельно именно потому, чтобы сохранить уважение. Это обязательно. Вообще, не в зависимости от обстоятельств. Рукоприкладство – это плохо. Вчера смотрела программу «Пусть говорят», и вы знаете, статистика просто шокирует. Я прям в цифрах не помню, но столько женщин умирает от домашнего насилия, что творится с миром. Зачем эти женщины это терпят? Это же даже хуже, чем измена. Следующий вопрос. В тебя влюблялись? А как вы думаете? Ну, конечно же, да. То есть вкусы у всех людей разные. На каждый вкус найдется подобная девушка. И в моей жизни тоже было такое, что в меня влюблялись. Это нормально. Вот вопрос про то, что что бы ты сделала, если бы тебя ударила мама-мужа, мне кажется, это интересный вопрос. Вообще, задавайте больше таких вопросов. Знаете, каких-то необычных. А то мне постоянно задают однотипный вопрос. Либо передай привет, либо почему у тебя нету парня, нравится ли кто-то, расскажи про свою первую любовь. Давайте какие-то неординарные вопросы. Если бы ты могла стать другим человеком, то кем бы ты стала? Мне иногда интересно, как мыслят мужчины. То есть мне бы очень было интересно стать мужиком. Хотя бы на пару дней. Вот просто интересно, психология мужчины. Мне кажется, она очень сильно отличается от нашей, женской. Она прикольная, да? Я встал с кровати, умылся, оделся, пошел. То есть нету этой укладки, прически и так далее. Вот мы идем по улице, мы думаем, ой, только бы не задралась бы юбка. А вот о чем они думают? Мне всегда было интересно. Я вроде спрашивала у своего брата, и он мне так посмотрел на меня. В смысле? Ну идем, идем, о чем мы должны думать? Я ни о чем не думаю. Я говорю, ну например, ты в ванной лежишь, вот о чем ты думаешь? Он такой, в смысле? Ну, лежу в ванной, я купаюсь, о чем я думаю? И вот мне интересно, они действительно вообще не думают? Просто мой брат эксклюзивный вариант. Ну ничего такие, знаете, наггетсы. Внешний вид, конечно, у них не очень, но вкусные. Я думала, что будут какие-то похожие на макдональдские. Все, одна кола и все. Очень интересные вопросы задает девушка и зовут Назанин25. Несколько вопросов, и знаете, прям каждый вопрос хочется читать. Идеальный возраст для рождения детей? Как относишься к другим расам? Интересно. Если честно, я ко всем расам отношусь отлично, но я считаю, что все-таки мне бы комфортнее было бы общаться, дружить с людьми своей расы. Вот. Мне кажется, взгляды на жизнь и так далее. А так я замечательно к ним отношусь. К русским отлично отношусь. Мне нравится у русских то, что они очень-очень любят животных. И мне кажется, у нас этого немножко не хватает у людей. У нас не любят животных. Я не понимаю, почему. Откуда у нас такая жестокость? У нас люди любят людей. А в России люди любят животных. И это здорово. У меня у брата была собака. Такая огромная ставка. И я была у брата дома. Она вышла в подъезд. И там женщина. Собака у нас тоже, знаете, как бешеная. Как побежала к этой соседке. Я думаю, сейчас соседка испугается. Начнет орать на меня. Вот. Еще мне брат говорил, что в России люди там более агрессивные. Не такие, как в Азербайджане. То есть нужно вести себя нормально. Ну, в общем. И я такая думаю, блин, Ронни, говорю, остановись. Собаку звали Ронни. А ему вообще пофиг. Он как ломанулся к ней. Телефон упал. В общем, собака ненормальная была. А что сделала соседка? Соседка мне такая. Да что же вы делаете? Говорит. Золото потеряется. Я думала, да что же вы делаете? После того, как она скажет. Она скажет, что ты что, не можешь уследить за собакой? То есть я думала, она сейчас начнет меня хаять. А оказалось, нет. Она говорит, что потеряется золото. Маляк приятно встал. А как Ронни приятно встал. Он прям начал ее облизывать с головы до пяток. Она аж пожалела, чтобы похвалила его. Следующий вопрос. Опять же необычный. Вы вообще сегодня молодцы. Я вас обожаю. Вот я люблю, когда вы у меня такие активные. Ты знаешь Хабиба Нурмагомедова? Да, знаю. Что мне больше всего нравится в нем, я могу отметить. Я вообще не люблю людей настолько религиозных, настолько, я не знаю, старых, не знаю, взглядов на жизнь. Но он мне нравится. Что мне в нем нравится? Он не подписан ни на одну девушку. Это очень круто. Я очень люблю, когда парень вот такой вот. Сейчас у нас такие женаты пошли. Ужас вообще. Смотришь, жената, подписана тысяча моделей. Поэтому я закрываю свой профиль в инстаграме. Не хочу, чтобы на меня подписывались мимо проходящие люди. Вообще 95% моего инстаграма это девочки. Вообще Хабиб, он обогнал Ольгу Бузову, представляете? Я видела, Ольгу Бузову сначала подписалась на него. А потом увидела, что он в ответ не подписался. И она отписалась. Как ты думаешь про парней, которые используют девушек, потом бросают? А вообще я считаю, что понятие использовать девушку и бросить, это немножко растяжимое понятие. Все зависит от девушки. Я знаю девушку, которая женила на себе женатого мужчину. Он вначале вообще не собирался ничего серьезного с ней иметь. Но так получилось, что она влюбила его в себя. Так что, девочки, мне кажется, это все в наших руках. И не нужно обвинять мужчин. Единственное, что я не уважаю в мужчинах, вот, это то, что все, что происходит с девушкой, это должно оставаться между ними. Вот у нас в Азербайджане есть такие парни, которые, ну, типа, хвастаются и так далее. У нас в универе был один парень из Ас-сектора. Так вот. Его друг встречался с моей подругой. А у них были настолько доверительные отношения, этот парень прям все рассказывал. Там с друзьями сидел. Что там у них происходит, какие там темы. Он все рассказывал моей подруге. А моя подруга рассказывала мне. Как-то один раз моя подруга такая говорит, прикинь, этот парень. Но я не буду его имя называть. В общем, он рассказывает всем парням, что он что-то там спал с какой-то девушкой из группы B. Там группа так называлась. Эй, блин, у меня реально отвращение к этому парню было. Это личное между ним и ей, правильно? При друзьях это рассказывать. Вот после этого у меня реально... Я просто перестала этого человека уважать. Я отписалась от него в инстаграме в этот же день. Моя подруга тоже. Я не знаю, это у меня такой характер. Я просто не уважаю таких мужчин. Для меня это не мужчина. Иногда подруги задают вопрос, какие тебе парни нравятся. Мне просто нравятся мужчины. Не важно, какой он. Не обязательно, чтобы у него была супер прическа или накачанное тело. Если даже он будет какой-то толстенький, не очень симпатичный очкарик, но он будет мужиком, это будет достаточно. И даже он меня спросил, он говорит, что это в последнее время, как твое отношение ко мне как-то поменялось. Я просто такой человек, я не могу скрывать, когда человек меня раздражает. Прошло года три. Я так ему и не сказала, почему у меня так поменялось отношение к нему. Потому что мы как-то общей компанией дружили. Просто я не уважаю такие вещи. Он типа выпендривается. Может, даже у него ничего не было с этой девушкой. Просто выпендривается. Но такие люди не могут быть моими друзьями в априори. Это человек, который не уважает себя. Как-то, кстати, он недавно написал мне, что... Как-то недавно он мне, короче, в инстаграме написал. Знаешь, я так горд за тебя. Ты такая молодец. Снимаешь какую-то хрень, а люди тебя смотрят. И думаю, блин, что он несет вообще, идиот. Вот. Блин, так я хотелось ему сказать это все. Что, блин, я такое слышала про тебя. Я сейчас тебя вообще видеть, слышать не хочу. Как будто он что-то мне плохое сделал. Как относишься к подписчикам Фати? Да замечательно отношусь. Эти же люди подписаны еще и на меня. У тебя всегда было больше подписчиков, чем у Фати. Она тебе завидует? Мне кажется, это вообще очень тупой вопрос. И мне даже неприятно, когда люди такое пишут. Зачем Фати завидовать мне, если я, например, являюсь как реклама для нее? Это то же самое, что если у Фати будет 3 миллиона подписчиков, я сниму с ней совместное видео, и эти все люди еще и подпишутся на меня. То есть, чем больше у меня, тем это выгоднее Фати. Ну, грубо говоря. Поэтому такого понятия, как зависть, у нас нету. То, что у меня больше подписчиков, это потому, что я больше снимаю. И все. Я заметила одну тенденцию, что на моем канале всегда хейтят Фатю. Я всегда удаляю подобные сообщения. Мне неприятно это читать. Не пишите, пожалуйста, такие вещи. А на канале Фати хейтят меня. Далее. Не ревнуюсь, что Фатя снимает видео с другой девочкой. Ну, знаете как? Я смотрю их видео, в принципе, интересно. Вот. Ну, Фатя мой комочек. Ну, она делает правильно. Потому что нужно как-то развиваться и без друг друга. Я тоже хотела в свое время снять видео с подругой. Да. Как-то так. Это просто был нереально вкусный донат. Нереально просто. Как пережить расставание с парнем? Мы не знаем, почему столько вопросов именно касательно парней, девушек, взаимоотношений. Я понимаю, что есть люди, которым неинтересна эта тема. Но очень много вопросов, поэтому я вынуждена отвечать. Веришь ли ты в любовь на расстоянии? Как пережить расставание с парнем? У меня никогда не было опыта, что, например, у меня были отношения, а парень был где-то далеко. Вообще, мне кажется, это очень тяжело. Как относишься к цыганам? Ответь, пожалуйста, ты ни разу мне не отвечала на вопрос. Я вообще не делю людей на нации, как ранее всегда об этом говорю. К цыганям тоже отношусь замечательно. Это такие же люди. Но просто цыгане в России и цыгане в Азербайджане, это немножко как будто разные люди. Здесь они занимаются только тем, чтобы попрошайничать. А в России это обычные люди, как и все граждане. Давайте сделаем так. Я в прошлом видео вас спрашивала, как вы думаете снимать прямой эфир и в процессе прямого эфира еще и кушать. Ну, типа стрима, да, что-то такое. Вот у меня осталось три наггетса. Я хочу их снять для прямого эфира. Я сейчас же захожу в прямой эфир. А на этом все. Я вас очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока.